Дорогие взрослые, пожалуйста, уберите своих несовершеннолетних детей от экранов, потому что сейчас мы будем вам рассказывать про политику. Надеемся, что ваши чады уже посмотрели «Спокойной ночи, малыши» и сейчас спят, ведь завтра им уйти в школу, где их научат правильно читать, писать и бить беззащитных людей. Так, стоп, какой-то бред, тут, видимо, какая-то ошибка. Хотя нет, все верно. Бить беззащитных протестующих. География и биология – это, конечно, хорошо. Но общеобразовательная школа в России – это прежде всего школа жизни. А в жизни, как известно, ОМОНовцы на улицах российских городов бьют тех, кто отказывается мириться с беспределом в стране. Тварь ли я дрожащей или право имею – пусть об этом рассуждают на уроках литературы. Зато на так называемых уроках мужества в Нижневартовске рассуждать особо не приходится. Школьникам уже наглядно показали, у кого какие права, а кому в России положено дрожать. В феврале росгвардейцы устроили показательное выступление прямо в спортзале школы номер 42. На уроке демонстрировали приемы ведения уличных боев, учили, как правильно подавлять митинги и задерживать протестующих. Пригодились и баскетбольные мячи, которые в обычные дни у физрука еще нужно выпросить. Но тут, как мы видим, повод особенный. После того, как видео попало в сеть, местной пресс-службе МВД пришлось оправдываться, что это была профориентационная акция, чтобы школьники охотнее поступали в учебные заведения системы МВД. Действительно, щит, дубинка и право безнаказанно избивать протестующих, чем еще заманить старшеклассника, выбирающего будущую профессию. Правда, из-за скандала, который вызвал это видео, в Рио начальнику УВД Нижневартовска все же пришлось уволить. Возможно, выше посчитали, что забрасывание силовиков баскетбольными мячами выглядело со стороны как наглядное пособие. К тому же, мяч весит куда больше, чем бумажный стаканчик. Аналогичные упражнения, но уже на свежем воздухе, проходили в Пермской школе номер 105 в январе прошлого года. По словам политолога Виталия Ковина, который опубликовал видео у себя на Фейсбуке, детей из так называемого полицейского класса обучали держать щиты, махать дубинками и строить черепаху. Ученикам школы номер 21 из Златоуста Челябинской области тоже несказанно повезло. Они, стоя под надписью «Жизнь Родине, честь никому», наблюдали, как спецназовцы из ФСИН демонстрировали приемы для разгона митингующих. Многие родители узнали, что именно так детей посвятили в кадеты после репортажа на местном телевидении, так как на мероприятие родителей не приглашали. И самое главное, у детей наконец-то появится настоящая правильная ассоциация. Когда в помещение вырывается ОМОН, значит, праздник наступил. Что-то похожее произошло и в декабре 2019 года в Тукаевском районе Республики Татарстан. Девятиклассников из Заматроицкой средней школы просто использовали в качестве статистов. Причем ни самих учеников, ни их родителей не предупредили об учениях. Написали лишь приходить в спортивной форме. Об этом изданию Баха-Медиа на условиях анонимности рассказал один из школьников. Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так. Директор зашел на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учения, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он одолжил учеников. И правда удобно. По телевизору постоянно твердить, что митинги очень опасны для несовершеннолетних, а в то же время отрабатывать боевые приемы на учениках. Но старшеклассникам в Татарстане хотя бы сообщили, что при себе нужно иметь спортивную форму. А пятиклассников из Ишимской школы номер 2 в Тюменской области не предупреждали ни о чем. К ним прямо на уроке ОБЖ пришли мужчины в камуфляжной форме, в масках и с предметами, похожими на оружие. И начали имитировать захват заложников. Такой вот необычный урок ко дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел 4 сентября прошлого года. Сообщается, что одному из учеников с больным сердцем стало плохо, ему понадобилась медицинская помощь. Хотя, казалось бы, что тут могло напугать ребенка? А в Тюменской школе номер 67 устроили конкурс детских рисунков. Второклассникам предложили проявить творческую находку и нарисовать экстремизм. Вы не ослышались. Не домик в деревне с облаками и солнышком, не маму с папой и домашним животным, а рисунок на антитеррористическую и антиэкстремистскую тематику. Видимо, чтобы быть морально готовым к имитации захвата заложников в пятом классе, надо сначала все правильно визуализировать во втором. А в Петербургской гимназии номер 540 полтора года назад пригласили на торжественную линейку сотрудников ОМОНа. В честь нового учебного года силовики проехали на служебных автомобилях и провели показательное задержание, скрутили человека и засунули его в машину. Чем еще порадовать детишек в начале учебного года, правда? Для высших учебных заведений есть свои программы. Например, Росгвардия решила обучить студентов журфака МГУ в работе на митингах. Ведь все конфликтные ситуации с участием журналистов на акциях протеста являются результатом провокации третьих лиц. Об этом заявил замглавы Росгвардии Олег Плохой. Очень удобная формулировка, когда на митинге дана команда винтить всех и без разбору. А если в автозаке оказался журналист, так это провокация. Еще Плохой предложил до митингов составлять списки журналистов, которые будут заниматься освещением акции и определять, где они будут во время нее находиться. Само желание силовиков обучать студентов и уже действующих сотрудников СМИ весьма показательно. Журналист, по их мнению, должен знать свое место. Власти стараются уже с малых лет навязать школьникам и студентам нужный для себя образ. Что люди, выходящие на митинги, требующие свободы и справедливости, это плохие люди. А дяди в шлемах и с дубинками – это хорошие люди. Они своими дубинками охраняют законы правопорядок. Если они кому-то разбили голову, ударили в живот, применили электрошокер, значит так и должно быть. Значит, плохой человек это заслужил. И ребенок, по мнению властей, обязан выучить этот урок сегодня, чтобы завтра, когда он станет взрослым, он не мог сказать, что они это в школе не проходили. Так что, когда вас в следующий раз будут пугать оппозиции, которые втягивают детей в политику, просто пересмотрите это видео. Нишу увлечения детей в политику уже давно заняли представители силовых структур России.